Образ Бабы-Яги весьма многослойный. Мы уже упоминали, что порой она является не только зловещей болотной ведьмой, но также предстает агентом волшебной справедливости, злом, наказывающим зло. Почему же это происходит? Если проследить формирование образа Яги на более ранних стадиях культуры, мы найдем указания на то, что Баба-Яга когда-то представляла Стража Смерти. Мы уже разобрались, почему избушка на курьих ножках – это гроб. Теперь давайте обратимся к ее хозяйке. Сама Яга – обладательница костяной ноги. Яга – костяная нога, то есть кости, с которой уже слезло мясо, ноги мертвеца или скелета. Пришедший к Яге герой слышит «фу-фу-фу, русским духом пахнет!» Русский дух – дух живого человека, и Яга мгновенно его чует. Запах живых также отвращает мертвых, как запах мертвых страшен и противен живым. Живому нет хода в царство мертвецов. Встреча с Ягой смертью – настоящий подвиг, на который способны только самые отважные сердца. Мужество – важная черта героя сказки, ведь смерть, как и волшебную справедливость, нельзя обмануть, она суровая и непреклонна. Потому-то только истинный герой способен вернуться в подлунный мир после встречи с ней. Иногда Яге подчинены и стихии. В сказках мы читаем «вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, свистнула молодецким посвистом, вдруг со всех сторон поднялись, повеяли ветры буйные, только изба трясется». В некоторых сказках Яге служат не только стихии, но и персонификации миропорядка. Давайте посмотрим на три иллюстрации Ивана Билибина, выполненные для сказки «Василиса Прекрасная». Посланная злыми мачехой и сводными сестрами в чащу к бабе Яге, Василиса встречает в лесу трех удивительных всадников. Яга объясняет, что всадники служат ей и по очереди представляет их Василисе. «День мой ясный», «Мое солнышко красное» и «Ночь моя темная». Очередность появления всадников на пути Василисы не случайна и указывает на ее постепенное приближение к потустороннему миру. Ясный день Василиса встречает только в начале своего путешествия. Билибин изображает его на белоснежном коне, несущем дозор. Белый всадник – страж порядка. Билибин показывает его издали, ведь Василиса уже вошла в волшебную чащу. «Красное солнышко в воплощении огня, неудержимого и стремительного богатыря. Гривы и хвост его коня под чьими копытами расцветают красные цветы, напоминают языки пламени. Его меч – огненный столб, а на груди и щите изображено солнце». Последний всадник на пути Василисы – «Темная ночь». Он изображен направляющимся в чащу на фоне закатного солнца. Черный всадник представлен с огбенным зловещим битязем. Его плащ – звездное небо. Гривы и шерсть его коня напоминают клочья мрака. Ночь – время злодейства, поэтому у темной ночи лихой разбойничий вид, а его конь оскалил зубы. Все три всадника служат олицворениями волшебной природы, подчиненной бабе Яге. Яга – также хозяйка леса. На службе у нее лесные звери и птицы. Еще одна строка из сказки гласит – вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, и вдруг, откуда только взялись, набежали всякие звери, налетели всякие птицы. На картине Виктора Васнецова «Баба Яга» мы видим Ягу в образе чудовища, крадущего детей. Ее бешеный полет сопровождают две птицы – верная помощница сова, которая так же, как и колдунья, промышляет охотой, и сорока, прозванная в народе воровкой. Яга жадно прижимает к себе в ужасе кричащего ребенка. Ее костюм олицетворяет идею хаоса, который несет с собой темное колдовство. Баба Яга облачена в красный сарафан, который она натянула прямо на ногой тело. Одна ее нога будто в лапоть, а вторая – босая. Здесь Васнецов обращается к распространенному в европейском фольклоре поверью, что ведьма – искаженное отражение мирного уклада. Вокруг фигуры Яги бушуют стихии, волшебный ветер вырывает с корнем деревья, болотные змеи восстают из стопи. Мрачно горит красный восходящий полумесяц, освещая человеческий остов – ужасная деталь, предсказывающая судьбу похищенного ребенка. Известно, что уже ранее Васнецов сделал карандашные зарисовки страшной старухи, которую он назвал обитательницей углов Яга. Именно их он использовал для создания более позднего полотна.